украине я считаю что это получилось что я со страхом таким на них есть хорош нету но он еще не пришла и многие другие оставляйте контрольных украина обрабатывала пешки по всем правилам то есть еще не было ни одного источка уже обрабатывал страшно боялись этой стрессы потом снова обрабатывали снова снова и если верить моему украинскому другу жулику большая часть персиковых садов заражена этим самым мне кажется слово заражена грибом неправильно на будущее советую оставляйте не не все обрабатывать оставляйте контрольные зубы мне такое впечатление что а я сейчас покажу это письмо я конечно вот так мне все кстати как будто кто-то действительно дергает я не агроном но мой жизненный шуток говорит пришел мы не лез разводи костер изгиб шабана ничем пораженное растение не спасти а про филарфи до самого покорения типа но я сделал что могла если сложатся условия для развития манерального рога они примерно будет несмотря на наши танцы с бодрами понятно да возвращаясь сюда итак я высказываю крамольный мусор раз уж так случилось ну какой черт было их вообще обрабатывать да я в своей жизни не видел не трогал ни одного листика с кручавостью но я не обрабатывал я ничего не утверждаю варианта два значит допустим деревья вот эти самые ну он еще и сюда может вспоминал есть огромное море ядохимикатов ну помню варьете произнес и написал скорый хорф а это есть стандартные пугало для деревьев вот эти стандартные скорый хорф и вот представим себе не обрабатывал вообще к саду не подкрепил риск огромный ну хорошо ладно пол сада ну хорошо каждое десятое дерево пропускаешь 9 обработал 10 и что может быть получил это два одинаково больны и обработаны и не обработаны не включая я смешно тут я не верю соя разума и здесь идет не просто о перчиках а культурный перчиках вот об этих так или не обработаны и никаких признаков почему у меня есть какая думка ну ладно может быть я в этом плане дурак то есть не дурак ну нет может кто-то уже давно это изучил может быть хватит откручалось неизбежно может быть но когда обрабатывает несколько раз начинается заранее когда никакого гриба помине нет ничего нет никто не хочет понимать этой вещи вот как это я говорю какая она умница обрабатывая не обрабатывает а не буду цитировать снова какая она умница ведь обрабатывает это скручалось и ни одно дерево не будет через мир а давайте не будем профилактически обрабатывать а если в это время происходит заражение почвы унистяжение червей обработка вот просто само дерево заболевает качественная мысль само дерево заболевает от обработки а проверить надо а кто проверит а я не могу у меня это круча кручалось о высказался только ради этого стоило а вдруг а потом я слушал а мои то это может пока не кручалось а может никогда не будет круча сибиряки понимаете он специально подчеркнул что вот это это культурное и у него десятки сотни деревьев заболели и он остался без урожая это страшное время и так расстроился ладно были когда-то мы будем жить в одной стране это не политики это места любого нормального чека вот когда-то в 2017 году последняя так и была значит немцы шли в атаку или наоборот французы шли в атаку на встречу пулеметы за несколько часов положили это история я историю хорошо знаю за несколько часов положили 60 тысяч трупов но они шли по принципу надо было чтобы кончились патроны надо было столько войск послать чтобы все патроны еще и хочется тогда они победили вот 60 тысяч трупов на третий день после этого я не договорил это закончил зачем эти 60 миллионов по 60 тысяч пойдем зачем там же была в русской армии за несколько дней до революции пошли в атаку как за 20 или 30 тысяч вот просто так раз и нету война до победного конца вот я не о политике я не слово а то сейчас за мной приедут скажут ты что тут развел вот я не о политике я о том что теперь-то они в одной стране живут немцы они Альзас, Латариндию еще пару областей типа Баварии они делили они миллионы людей в море крови в эти крови может было захлебнуться а потом тебе что веренки отнесли на могилу еще и в этой же Баварии которая яблоко разор вместе пиво пьют в одних тех же этих французы с немцами а вот я хотел чтобы это время стало быстрее вот поэтому дружу с моими украинскими друзьями вот что приеду за мной почему не плодоносит табрикос вот это следующая тема итак почему не плодоносит табрикос я когда увидел этот самый чуть не упал я не могу иначе уже тему першик а сейчас будем заканчивать видите как переперемся так вы видите на картинке першик тех кто никогда не видел першика и не видел априкосы они естественно им все равно написали априкосы пусть будет априкосы вот знаете как тот вот поэтому я просто призываю когда-то нужно настоящее вот здесь может быть зор когда человек неграмоте ему нужно обязательно чтобы была очередная это платили помните обычная картина растет мощный здоровый априкос подобрал персика человек персика табрикосы отличить не может и этот человек наш учитель слава тебе учитель слава ты же учишь нас сможет дальше так можно не дождаться сладких плодов при этом исправчивая литература мы знаем что априкосы 40 лет а вот этот ты взял фотографии из интернета ты видишь что здесь что в нашей России снег и мороз что как правило если брать наоборот надо было посадить все ветки нижних сохранить и пусть рассылается под снегом чтоб минимум половина была по снегу вот тогда убить даже персик невозможно убить пронесет пронесет плодоносить и ветки по снегу и на снегу это в сибири когда снегу будет 340 сантиметров он обречен сто процентов у них все замерзли ладно это учеба уж как могу мне не получается только по-доброму и так урожай еще нет а теперь давайте внимательно вот это проще чаще всего абрикосов вынуждать святость аппочки живут согласен сам абрикосов мороз до 7 а святость аппочки 25 а откуда у меня урожай не бывает у нас таких теплых хорошенького это нахрен не специалист вот такие вот развились рассмотрящих продавец еще ладно попробую посадить накубать и там бывало все еще выбрал фотографию персика да еще золото вот так и лучше я по-другому не умею вот так на талях вот ты-то понимаешь прожила это самоуспокоение поливай 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 поливай